Битва под Ржевом в Тверской области России считается одной из самых кровавых. Там на полях сражения погибли почти миллион восемьсот тысяч советских солдат. Многие из них были уроженцами Средней Азии. И там же героически погиб наш соотечественник Миндыш Эмралиев. Он воевал в составе 158-й стрелковой дивизии, почти половина бойцов которой полегла именно в этих местах. Значит, поиски проводятся по инициативе российской стороны. Это поисковые группы, образованные в Российской Федерации. И до сих пор они существуют на российской земле, то есть проводят работу поисковую. И с каждым годом находят, так сказать, тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. В Ржевском районе тела погибших солдат лежат незахороненными почти на поверхности земли. Их закопали сослуживцы в буквальном смысле, как могли. Тело Миндыша Эмралиева было найдено неглубоко, с двумя снарядами в руках и изрешеченной грудью. По-видимому, он рвался в бой, но пал, так и не настигнув врага. Та дивизия, в которой воевал Миндыш, 158-я стрелковая дивизия, значит, потеряла в том бою две трети своего состава. Спустя 74 года после смерти боец вернулся на родину. Все это произошло благодаря поисковикам группы «Память». Их идеей и целью всей жизни стало возвращение неизвестным солдатам, затерявшихся имен. Поиском занимаются всего три человека по собственной инициативе, но даже малочисленно они делают колоссальную работу. Найти родственников Миндыша Эмралиева оказалась непростой задачей. На медальоне смерти, который, что удивительно, сохранился, была исправлена первая буква фамилии. Не могли установить его имя, потому что он уходил как Имралиев. А на самом деле он исправил своем смертном медальоне свою фамилию Имралиев на Эмралиев, как он и пишется на самом деле, как и ушел на фронт. И только вот из-за этой загвоздки практически четыре года общество памяти искало его. Родню найденного солдата искали почти три года. Только после того, как российские госслужащие отправили запрос в фонд содействия трудовым мигрантам Кыргызстана, начались поиски в нашей стране. И, наконец-то, родственники были найдены. Племянник красноармейца живет в Таласе. Силами Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики и депутатов Джугурку Кенеша была организована транспортировка останков героя на родину. Минувшей ночью в аэропорту Манас прах погибшего на фронтах Великой Отечественной войны солдата встретили с воинскими почестями. Почему у нас такой трепет и отношение? Потому что под городом Ржевом это самая кровопролитная битва. Под городом Ржевом погибло 1 миллион 760 тысяч военнослужащих. Вы вдумайтесь в эту цифру. За 75 лет, прошедших с начала Великой Отечественной войны, это первый случай возвращения павшего солдата в Кыргызстан. Уже послезавтра, 22 июня, в кинотеатре «Россия» пройдет показ современного фильма о войне. Сразу после этого прах красноармейца и его личные вещи будут переданы родственникам для захоронения.